На живописных склонах Мацесты раскинулись почти 180 гектаров краснодарского чая. Это через несколько месяцев на полках магазинов будут стоять упаковки с черным и зеленым напитком. Но получить их можно с одного куста. Дело в переработке, рассказывают технологи. С утра на плантацию выходит бригада в поисках зеленых побегов. Для заварки подходят вот такие молодые нежные росточки. Они появляются в течение 10 дней. Но если, к примеру, в кружку чая попадется вот такой крупный листик, мясистый, то он даст неприятный горький аромат. Поэтому их просто оставляют на плантации. В прошлом году здесь удалось собрать 270 тонн чая. Работают зачастую руками. Так больше вероятность не пропустить пригодные ростки. Об урожае этого года сегодня рассказывает губернатор Украя. Вениамин Кондратьев вместе со спикером Кубанского парламента Юрием Бурлачко посетил Мацестинские плантации. У некоторых сотрудников в трудовых книжках стаж идет на десятки лет. За полвека они наблюдали из-за рождения чаеводства на Кубани и упадок, и восстановления отрасли. Я считаю, что общая заслуга и ваша в том числе, что мы снова видим чай. А как приятно это видеть. Друзья, нам тоже это очень приятно видеть. Но в чем вы молодцы? Потому что вы не сдались, не опустили руку. Вы, по большому счету, продолжили то, чем занимались всю свою жизнь, чтобы дети и последующие поколения тоже чай, наш чай, пили. Это вам огромное спасибо. Вот, друзья, у нас сейчас чайное производство. Давайте сделаем чайную индустрию. Скоро у сотрудников чайной компании работы прибавится. В крае начали восстанавливать земли под плантации. Так недалеко от фабрики уже расчистили участок, спилили деревья. Это один из тех, которые удалось спасти от застройки. Ведь до принятия регионального закона на землях плантации успели возвести несколько элитных коттеджей. Мы обозначили, что законом края чайное производство в Краснодарском крае, в Сочи, охраняется. По большому счету, мы бы имели здесь уже давно коттеджи или какую-нибудь застройку. Вот для этого нужен был закон. На предприятии полный цикл производства. От выращивания листка чая до его фасовки. Вениамину Кондратьеву показывают цеха. Здесь модернизировали линию по производству черного чая и установили новое оборудование для высококачественного пропаренного зеленого. Кстати, этот вид производят только в Японии, Южной Корее и Сочи. Именно такие фабрики необходимо поддерживать, замечает глава Кубани. Ведь именитым брендом краснодарский чай пользуются и обычные перекупщики, которые просто упаковывают заварку в узнаваемые коробочки. Нам нужна четкая стратегия и понимание, что выиграют в первую очередь производители чая. Потому что для нас производители чая во главе всей чайной индустрии. Во главе. А посредники как бы не назывались. Вы тогда согласуйтесь с теми, кто этот чай производит. Потому что в первую очередь затраты у них. А все остальные хотят присоединиться. Только к прибыли, но не к затратам. Качество кубанского чая заметили и на международной арене. Напитки регулярно получают награды на выставках в Европе и на его родине, в Китае. Возможно, именно поэтому все чаще под видом нашего чая продают в лучшем случае индийский или цейлонский. Чтобы защитить производителей, Вениамин Кондратьев предложил закрепить понятие краснодарский чай на федеральном уровне. Шелуху под брыном краснодарского чая продавать мы никому не позволим. Это и неправильно, и несправедливо. А это не то, что даже удар по экономике и предприятию, экономике края. Это удар по репутации производителей чая. Краснодарского чая. Потому что пьют и думают, что вот эта вот шелупа и есть краснодарский чай. А настоящий краснодарский чай не то, что не нюхали, не в глаза не видели. Я уже не говорю, что они его пили. И вот это настоящая проблема. И мы сегодня должны помочь настоящим производителям чая отстаивать рынок. В крае два года действует закон о чаеводстве. Власти компенсируют 80% затрат на реконструкцию плантации и половину стоимости капельного орошения. В 2018-м на поддержку отрасли направили больше 26 миллионов рублей. Благодаря этому валовый сбор чая значительно вырос. Удалось собрать больше 500 тонн сырья. Но потенциал у региона куда больше. Чтобы продолжить развитие индустрии, провели инвентаризацию плантаций, которые планируют реконструировать. Ведь для выращивания чая подходит далеко не вся земля. В других условиях он не растет. Его пытались выращивать и в Майкопе. Очень большие посадки были сделаны в свое время в Крыму. Они все умерли, они не смогли выйти на промышленный объем. То сегодня мы имеем. Поэтому эти земли, они должны быть особо защищенные. И эти земли должны идти только под посадки чая. Создан реестр чайных плантаций Краснодарского края. Поставлен на кадастровый учет. Задекларирован. И сегодня мы имеем полную карту каждого земельного участка. К сожалению, 3-4 года назад этого не было. Конечно, таким образом мы получили основную базу, с которой мы должны работать. Это общую площадь. Даже в Сочи сегодня используется меньше половины всей пригодной для чая земли. До конца 2021 года планируется восстановить 455 гектаров плантаций. Но выполнению этой задачи редко препятствуют сами чиновники, когда из-за бюрократических проволочек не передают участки предприятиям. У нас чая пригодной земли максимум 800 гектаров. Не тысяч, а гектаров. Из них реально сегодня 326 под чайными плантацией. А было 1200, еще раз подчеркиваю, 1200. 200 потеряли навсегда, 200 практически потеряли. Вот и о чем мы говорим. Что мы дальше будем терять? Кореи, проще потерять чиновников, которые за это отвечают, чем чая пригодную землю. И поверьте, эта задача решаема будет. Потому что вот такое равнодушие и разгильдяйство отчасти его быть не может. Не может. Не у тех, кто сегодня арендует чая пригодную землю и что-то хочет с ней сделать. Или даже просто не использует. И те, кто им потворствует. Чтобы защитить эти участки, Вениамин Кондратьев поручил на уровне правил землепользования Сочи закрепить за ними вид разрешенного применения. Сохранить все плантации – даже больше стратегическая задача. Ведь сегодня в России единственное место, где растет чай – это Краснодарский край. Инна Чайко, Мария Крошная, Денис Перец и Денис Маскаленко. Кубань, 24. Сочи. Кубань, 24. Сочи.